Поехали! Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 15 марта 2018 года четверг, по одному из старинных 14 дней месяца пробуждения природы 7526 лет в третейник. Киевская Русь и Киев 9 века-миф. Восклицательный знак. Так, это тема сегодняшнего эфира и автор-сказитель Дмитрий Белоусов. У меня такой вопрос возникает, но прежде чем начать читать вопросы от зрителей и слушателей реплики, которые в чате Народного славянского радио появились и на нашем канале YouTube, кто не знает, как найти наш сайт, напоминаю, slavradio.org, slavradio, одно слово, точка орг, ну и youtube.com, slavradio, тоже одно слово. Очень просто найти. Так вот, получается, что вообще вся история России, она фальсифицирована по многим планам. И не только с точки зрения, кто же там пришел к власти, но еще и с точки религиозных воззрений, потому что одно с другим пересекается, а там, где есть власть, где есть духовники различные, там так или иначе ввязывается политика, а политика всегда связана с деньгами. То есть все так замешано, закручена и религия, и политика, и финансы. То есть кому-то было очень важно захватить умы людей для того, чтобы можно было спокойно всем этим делом управлять. Но, я говорю, по всем сторонам, и религии в частности, потому что многие считают, что вот благодаря Владимиру Красное Солнышко у нас на Руси появилось христианство, и все с радостью его приняли. И буквально там в один год вся Русь от Киева до самых-самых окраин стала христианской. Вот твое мнение, зачем это нужно было все делать? Я правильно угадал тут и политика, и деньги, и власть все вместе замешаны, и религия тоже? Да, конечно, это все вместе, это очень сильно перемешано. Но, во-первых, давайте мы вспомним о том, что все время нам рассказывают о христианстве здесь на Западе, Европа, западная часть Руси, но почему-то никто нам не говорит о христианстве на Востоке. Да, значит, в принципе не говорит. Да, типа не было этого, да? Вот, давайте назовем вещи своими именами. Значит, чингизиды, да, те самые, которые у нас гордо обозваны татаро-монголами, это христианские войска, христианские свидетельств и фактов, ну, просто вот выше крыши. Вот желающий да увидит, да? Значит, я ввиду, так сказать, длительности большой темы, мы, может, отдельно ее потом как-то коснемся при крещении, да? Коснусь только двух вещей. Во-первых, книги Марка Пола с картинками, да? Где четко написано, как принимал крещение брат Чингисхана, да? О том, какие были знамена со знаменем креста у дяди Наяма с кем боролся хан Хабулай, которого описывает Марка Пола, да? И второй факт – это знаменитый, значит, крестовый поход, только не разрекламированный западный, там, очередной какой-то по счету, да? А поход чингизидов, о котором все почему-то молчат, да? Поход чингизидов на освобождение гроба Господня. О нем что-то не слышно, что говорили, да? А они дошли до Иерусалима, между прочим. До тех пор, пока им крестановцы в спину не ударили. Значит, это первая вещь, да? Христианство было не только на Западе, но и на Востоке. Раз. Во-вторых, значит, конечно, значит, та часть христианства, которая вводилась у нас в Днепровской Руси, она несколько отличалась от восточного христианства, да? Я напомню, что восточное христианство, христианство Азии, христианство восточных скифов – это нестарианство, это другая ветка христианства, совсем другая. Грубо говоря, нестарианство – вторая ветка, а вот католицизм, православие, значит, и наше, значит, и всевозможные отклонения, да? Это четвёртая ветка, всего четыре ветки христианства. Значит, и понятно, что одна ветка и одни апологеты ветки, одной ветке другую ненавидели, называли другой еретиками, убивали и сжигали на кострах. Это раз. Значит, во-вторых, значит, когда князья вводили христианство на Руси, постепенно, это был очень длительный процесс, очень длительный, они вводили ради системы личной власти. Значит, я напомню слушателям, что вече, народная вече, старая вече, которая была до христианства, могла отстранить князя от власти. Ну, представь себе, вы князь, и вече собирается, и вас отстраняет. Оно им надо? Вот зачем? Вот зачем? Естественно, древние традиции должны были быть уничтожены, и для этого, соответственно, очень удачно и послужило утверждение личной власти. Причём по известным вещам там всё было хорошо и гладко, реально совсем нехорошо и совсем негладко. Да, и убивали, и сжигали, и бунты были. Да, ещё долгие-долгие века Русь была двуязычной. Есть знаменитая книга «История русской церкви». Да, значит, кто интересуется историей, настоятельно рекомендую её читать. Там множество совершенно сногсшибательных фактов, написанной самой православной церкви. И там чёрным по белому написано, на что жаловались священники. И то, что там в 12-м, 13-м, 14-м, то в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м до сих пор ещё было язычество. Ещё какое было язычество. Да, то есть Русь была двуязычной. Да, это второй вариант, который нужно добавить по причинах. Вот как-то так, Алексей. Ты, скорее всего, имеешь двуявирие, наверное? Да, 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 естественно, оговорился. Да, здесь ещё такое дополнение. И не только то, что мы перечислили, а ещё и письменность. И вот здесь окончательно всё складывается. Потому что известно, если ты изменяешь уклад произношения слов, выпадают определённые слова из обихода, заменяются на другие, речь становится другая, меняется представление об этом мире. То есть образы заменяются и много-много другое. То есть здесь по всем фронтам был удар. Письменность – это уже такое глубинное проникновение. Понятно, там можно царя поставить, можно бояр заменить, ещё чего-то. А вот если меняется уже письменность, то меняется уже и культура, и мировоззрение, и всё-всё-всё с этим связано. То есть вообще подкошено было всё, подрублено было всё. Хорошо. Давайте напомним нашим слушателям, что была славянская рудница, знаменитая слоговая рудница славян. Причём эта рудница, она была, скажем так, очень продвинутой. И её читать не так, как мы сейчас читаем, а это вдумчиво, не торопясь, ну скажем так, получать удовольствие от и произношения для себя, и для прочтения. Это не так, как мы сейчас читаем. Рудница читает совсем по-другому. И она была гораздо более мощной, чем наш сегодняшний алфавит. И она была уничтожена, что грех отрели. Да, Алексей. Да, идём дальше. Ну вот теперь к вопросам переходим. Анжела пишет. Как понимать велик... А, стоп. Это мы сейчас... Что-то... Сейчас, 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 сейчас. Прошу прощения, вчерашняя эфира пробежала. А вот, сегодня всё. Прошу прощения. Алексей Прон, если был Донской Каганат и в Киеве тоже были не князья, а каганы, то мы все от евреев? Значит, дело в том, что вы путаете три разных времени по Хазарскому Каганату. Да, значит, смотрите. Значит, не было единого вот такого общего и неизменного Хазарского Каганата. Да, то есть, вот, который от и до было три разных каганата. При этом, значит, нужно чётко говорить, да, что есть первая часть. Это наследник Тюркского Каганата, да, значит, то есть, основан ориентировочно в седьмом веке, да, Хазария или Хазарский Каганат. Да, значит, то есть, вот, это вторая, и есть третья, вот та самая еврейская Хазария. Да, то есть, повторю, первый Каганат, значит, Хазарский, это часть Западно-Тюркского Каганата, второй, это Хазарский Каганат, ориентировочный с 650-го года до девятого века, и третий, еврейская Хазария. Это вот конец девятого и десятый век до 968-го года, да, при этом, значит, первые два никакого отношения к евреям не имеют вообще, в принципе, да, а последняя, третья часть Хазарского Каганата, это просто, значит, соответствующая, значит, группа захватила в ней власть и правила, поэтому говорить о том, что наследники, это неверно, да, опять же, значит, я говорил о русском Каганате, да, когда упоминал о том, что немцы занимались фальсификацией, да, а Хазарский Каганат, ну, просто была их небольшая крепость на том месте, где сейчас Киев, откуда, собственно, Киев и пошел, малюченькая сторожевая крепость, вот как-то так, Алексей. Далее, Виктор Куприянов, Дмитрий Здравия, а ведь до Киева, о котором вы сейчас говорите, было несколько городов с таким же названием, упоминания которых есть в Велесовой книге, что вы можете об этих городах сказать? Значит, как я уже говорил, была Дунайская Русь, и на ней стоял город Киев, который был столицей Дунайской Руси, да, это ориентировочно четвертый, пятый, шестой века. Значит, вот упоминание об этом Киеве, Киеве на Дунае, русском Киеве на Дунае, и есть Велесовая книга. Все просто. Хорошо. Далее, Виктор Куприянов. Если верить истории, то князья бегали из одного города в другой различных княжеств, оставляя вместо себя наместников. Зайчики-побегайчики такие. Это не вопрос, это просто реплика. Было такое дело или не было с точки зрения? Значит, и да, и нет. Значит, чтобы зрителям было легче, я приведу пример Новгорода. Вот очень хороший пример. Был богатый торговый город Новгород. Один из городов Гордарики. Был? Был. Значит, правили иногда там князья? Правили. Иногда не правили? Не правили. Кто правили? Посадники. Да? Даже военные походы ходили не под князьями, а под посадниками. Да? И ничего страшного. Просто вот этот период с князем, этот период без князя, да? Вот нужно было городу военная дружина, небольшая, кстати, дружина, да? Они приглашали князя. Город приглашал, еще раз говорю, вече приглашал. Да? Естественно, оно было выражено в тех или иных конкретных людях, значит, тех же посадниках, руководителей торговых рядов, да? Но я выражаюсь современным языком, не старинным, да? И определенная группа людей, значит, выборных людей приглашала князя с дружиной. Да? Например, в Новгороде это были знаменитые 300 поясов. Вот такой термин был, да? 300 золотых поясов. Вот. Да? Поэтому и прыгали, да? Вот сегодня пригласили князя с дружиной, но он побыл определенное время. Даша Город сказал, все, спасибо, до свидоса. Да? Извините, дальше нам князь не нужен. Могли пригласить там перед отражением какой-то агрессии, могли наоборот, для того, чтобы пойти в военный поход, еще там для чего-то, да? Вариантов-то много, но князья приглашались, приглашались городами. Наоборот, да? Не князья бегали, потому что им захотелось посидеть на том или ином столе. Знаете, как вот термин такой применяется, да? Там стол этого города, да, великий стол это вот, вся Русь и так далее. А города приглашали князей. Обратный процесс был. А вот после уже, да, когда стало единое государство, тогда, естественно, все стало наоборот. Алексей. Далее, Виктор Куприянов. А что сказитель скажет о разрушении Киева нашествием Баттыя? Значит, не раз и не два мне задают этот вопрос, и каждый раз я ввергаю в шок слушателей, так что можете морально готовиться. Значит, теперь, собственно, ответ. Не секрет, что Западная Русь уходила под католичество. Вот далеко не секрет. Фактов, ну, миллион и маленькая тележка. Да, я приведу только два. Значит, первый князь Даниила Галицкий принял Ханскую унию и согласился признать Папу Римского как главенствующего и согласился на католичество. Да, это первый факт. Значит, второй, значит, если мы посмотрим на распространение власти католической церкви, то мы увидим там всю Западную Русь. Значит, теперь, собственно говоря, о походе Баты. Батый шел на Запад. Батый спасал Русь вместе с русскими полками. Подчеркну еще раз, фактов очень много. Вот просто очень много. Значит, одна истерика венгерского императора, венгерского государя, письма его сохранились, что пришли с Востока эти русские, и тут всех и так далее. Не было там никаких. Русские пришли с Востока. Черным по белому написано. Значит, так вот, когда хан Батый с русскими полками, нестарианскими полками и нестарианские войска хана Батая, я подчеркну, да, то есть это тоже христианство, но другое. Значит, шли на Западную Русь, это было не только начало похода на Запад, но и подавление тех, кто перешел под католичество, если угодно, религиозная война. Соответственно, было ли разорение городов Западной Руси? Да, было. Еще как было. Все, кто ушел под католичество, огнем и мечом сравнялись с землей. Да, просто и без всяких, как нынче говорят, угрызений совести. Религиозной войны. Да, в этом отношении я, например, не вижу разницы между пахоном Хана Батая и отрядами НКВД, которые в 1945 году чистили Западную Украину от бандеровцев. Вот нету разницы. Вот так. Алексей. Так получается, что были как минимум три, а может быть даже и четыре течения религиозных, ну, в кавычках религиозных, тут два из них явно религиозные, это два, две разновидности христианства, восточная и западная, и потом то, что из них образовалось среднее такое, то, что называют сейчас восточной христианской церковью. И было еще староверческое направление, которое кто-то называет ведическим, кто-то языческим, и вот о котором двуеверит и говорил. Получается, здесь на территории вот этой вот переходной от Европы к Азии здесь такая развертывалась трагедия по Шекспиру, что мама дорогая. А если еще учесть, что были более южные товарищи, которые, например, уже отошли от христианства и в исламе уже находились, то здесь уже и четвертая веточка добавляется. Так что лихо закручен сюжет получается. Понимаете, я об исламе приведу вам всего один очень интересный факт, так, для размышлений, как я уже сказал, было четыре направления христианства. Я их приведу, чтобы у зрителей уже было. Арианское, Несторианское, Мунофизитское и Халкидонское. Халкидонитское будет точно. А наше православие это Халкидонитское, так же, как и католическое. Так вот, знаете, как молились Несториане? Это вот то самое второе течение. христианства. Человек постелал коврик, становился на колени, на этот коврик, лицом, на восток, значит, поднимал руки и кланялся, касаясь головой земли вместе с руками. Ничего не напоминает, нет? Я вот это вижу каждый год, когда, значит, с мусульманем молятся. Поэтому, вот, что тогда было, здесь очень большая отдельная тема, да, и она очень такая большая и объемная, да, здесь нужно долго разбираться, да, значит, чтобы зрителям было интересно, может быть, разбираться слушателям, я скажу так, значит, передал один факт очень интересный, значит, вот хан Хабулай, у которого служил Марко Поло, служил 17 лет, да, значит, имел четыре жены, я подчеркиваю, ни наложницы, ни гарем, четыре жены, да, и был христианин, вот так вот, товарищ, Алексей. Ну, нормально мужчина устроился, видимо, ресурсы позволяли, идем дальше, сейчас чувство на меня накинутся, зря я это сказал, ну да, Зоя Кукова, вопрос в эфире, если Киев, возможно, новодел, значит, князь Святослав пришел из столицы на Дунаи и ушел обратно, кстати, даже существует описание княжества Святослава, где оно намного обширнее, нежели чем Киевская область? Нет, все же несколько не так, давайте мы разделим, я еще раз подчеркну, разные века и разные города, да, значит, давайте мы как аксиому запомним одну очень грустную вещь, регулярно в течение многих столетий Запад в лице католической церкви, в лице тех или иных католических императоров той или иной страны регулярно предпринимал крестовый поход против славян, и эти походы, увы, были успешны, была уничтожена вся Русь на южном побережье Балтики и была уничтожена вся Дунайская Русь, обе эти Руси уничтожены, да, поэтому вернуться было некуда, да, Киев, столица Дунайской Руси, это четвертый, пятый, ну, может быть, немного шестой век, да, мы сейчас говорим о девятом, десятом, не было уже того, вот Киева на Дунай, все, извините, значит, крестовый поход завершился у католиков успехом, вот так, Алексей. Да, идем дальше, Стеша, вопрос в эфир, скажите, и как нам после озвученной информации все уложить у себя в голове, ведь и эта информация является неофициальной, спасибо. Стеша, здесь вопрос такой, значит, если вы возьмете официальную мифу историю и просто приложите к ней здравый смысл, вы обнаружите, что она рассыпается как карточный домик в любое время и в любой, значит, период у того или иного князя императора, вот любой, да, вопрос стоит просто, если вы верите в официальную историю, как в религию, другого варианта нет, да, значит, это один вариант, если вы основываетесь на фактах, на летописях, на древних историках, то тогда вам нужно выкинуть, просто выкинуть в мусорную, в бак, вот все, что относится к официальной истории, потому что вся древняя история Руси, вся, да, это немецко-романовская выдумка конца 17-го, начале 18-го века, да, есть у нас наши предки, скифы, сарматы, гунны, чингизиды, да, у нас есть свои государства, у нас есть свои достаточно знаменитые вожди, да, есть свои герои, все это стерто, но все это можно восстановить, и все это есть, все это есть в книгах, да, но, естественно, не в тех фальшивых учебниках, написанные немцами, значит, по заказу Романовых в конце 17-го века, просто выбирайте, либо вы верите вот в эту ложь, которую нас пичкают уже 300 лет, господа Романовы, вот, либо же вы ориентируетесь на факты, и я вам могу сказать, что каменный цветок складывается очень быстро, достаточно прочитать, ну, не знаю, десяток книжек, и все, и вы будете каждый раз смеяться, слыша, значит, там, те или иные повторения с учебника, или тот бред, который несут по телевизору, понимаете, но, правда, и фильмы, вот эти псевдоисторические, смотреть не сможете, потому что они у вас будут смех вызывать, просто. Если смех, то еще куда не шло, тут недавно в очередной раз Блевотину выложили, уж извините, друзья мои, выложили по первому каналу, который называется «Викинг», вот другого слова, как вот, кроме вот этого, я подобрать не могу, столько дряни было вылета на наших предков, столько дряни вылета на нас самих, как на их потомков, и столько, ну, дальше не хочу другие ругательные слова произносить, в общем, все это было сделано, когда это еще в кинотеатрах шло, ну, там каждый решал по себе, идти в эту дрянь, помещать себя или не помещать, а тут уже по первому каналу, прямо так, в открытую, всю эту гадость показали, ну, страшно. Потом дальше, что такое официальная история? Вот вопрос, чья официальная история? Ведь есть официальная, значит, есть офис, офис это чье-то представительство, это чье-то рабочее место, кто за этим рабочим местом сидит, чье это представительство? Например, какая официальная история? Современная, история, которая, например, была при Брежневе, или история, которая была при Хрущеве, или при Сталине, или сразу после революционная история, или дореволюционная, какая официальная история? И современная история, какая? Белорусская, украинская, казахская, узбекская. Ведь это же все единые части одного целого. Но обратите внимание, открываете учебники, относящиеся якобы к одному какому-то времени разных стран учебники, современных разных стран, и получается, что они могут где-то пересекаться, а где-то расходятся, причем радикально. Сколько было сожжений учебников после того, как приходил новый глава государства или коммунистической партии, или нового царя на трон сожали и так далее и тому подобное. Сколько библиотек сгорело. И современные пожары, продолжающиеся в научных хранилищах, они также говорят о том, что история переписывается. Вопрос – что есть официальное? Поэтому, когда говорят «а вот с точки зрения официальной истории», я все уточняю. Уточните, пожалуйста, какого времени эта история? Кто ее писал, эту историю? На каком основании? Кто придумал? Кто там какие может показать не переписанные какие-то летописи, а подлинники? Это тоже касается и религиозных воззрений, и философских воззрений, и всего остального. Единственным на сегодняшний момент нашим спутником, который поможет нам разобраться в этой жизни с какими-то своими проблемами, является наш разум, является здравомыслие, являются какие-то находки, артефакты. И не те, которые нашли там что-то подкорябали, а те, которые реальные. Ученые, которые поняли, что ученые – это не кот, которого обучили ходить по цепи, или медведь ученый, который научили крутить педали, из-за этого там дают что-то. А человек от науки, который хочет разобраться и разбирается в том, что есть на самом деле. А не просто мартышка, которую научили буковки писать, складывать какие-то пазлы из диссертации других людей, чтобы свою диссертацию сложить. Вот это очень важно. Обращайте внимание, что слово официальное, это еще не говорит о том, что это правдивое. Идем дальше. Светлана, реплика в виде вопроса. А я не поняла про подсечно-огневое земледелие. Ну, давайте еще раз повторим. Да, помедленнее, пожалуйста, чтобы попонятнее было. Есть разные, совершенно разные типы, как можно производить посадку и получение всех зерен и так далее. Я что объяснял? Во-первых, есть такой метод подсчета. Сам 10, сам 15, сам 50, сам 90 и так далее. То есть, если вы весной посадили, условно говоря, одно зерно, а собрали 10, вот это будет сам 10. Посадили одно, собрали 15, это будет сам 15. Естественно, это нужно считать мешками, грубо говоря, и так далее. Естественно, подсчет идет не с точностью до зерна, но это достаточно известный подсчет. И по нему видно, насколько урожайность была, есть, будет. Урожайность без применения всевозможных удобрений. Я имею в виду химических удобрений, какими сейчас удобряют поля. А то, как это было раньше. Что я приводил? Какие цифры? Единственное аргументу официальной истории, почему вдруг князья переехали из Новгорода в Киев, реальный аргумент, который хоть как-то можно обсуждать, это скудное земледелие Севера Руси. Ну, они так говорят, да? И я его на конкретных цифрах разложил и доказал, что это ложь. Почему? Потому что была технология на тот момент, на те века, подсечно-огневого земледелия. Значит, что это такое? На выбранном участке леса, леса подчеркиваю, да, деревья подрубались, с них удалялась кора. Через год эти подсохшие деревья валились, причем вот корень так и оставался, да, и сжигалось это все. И сев зерен, да, осуществлялся без пахоты, прямо в залу, да. Иногда там барана была, ну, такая простейшая барана, значит, из верхушки какой-нибудь ели упругой, да, то есть пни даже не корчевались. Значит, и вот тогда урожайность доходила до сам 50, а в некоторых там долинках даже до сам 90. А в то же время на юге, на территории нынешней Украины, да, значит, будет сам 10, сам 15. Соответственно, вот переезжать с севера на юг не было никакой нужды. Вот, надеюсь, сейчас еще раз объяснил более подробно. Алексей. Да, благодарю. Дело в том, что вот защелачивание земли углем, оно давным-давно известно, и ученые это доказали. И в те времена все-таки старались не иметь крупных заводов по производству химических удобрений. Поэтому пользовались то, что в природе было. Вот здесь уголек, вот здесь пепел, вот здесь коровьи лепешки, тут еще что-нибудь, куры, там, козы. Поэтому и нормальные урожаи были, и хватало на несколько десятков, может быть, лет. К тому же, не забывайте, что выращивались растения в те времена, которые за один сезон достаточно высоко прорастали, вырастали огромными, и которые потом при сжигании остатки их, они тоже давали залу. В частности, одно из таких хорошо известных растений, но которые поганили, это конопля. Конопля, гектар конопли заменяет очень много леса. И если вот сейчас вернуть конопляное производство, то и все будут ходить в рубахах прекрасных, и в одежде замечательной, которая лучше, чем даже леный хлопок по своим качествам, и более она надежная с этой точки зрения, то есть носибельности. И плюс ко всему, остатки этой конопли будут идти в другие производства, там производство, например, строительных материалов. А раньше, поскольку все было проще, то остатки просто сжигали и получали тоже достаточно хорошее удобрение. То есть правильное производство земельный оборот позволял получать все, и масло, и пеньку, то есть канаты, и получать мочалки, и получать одежду, да еще и остатки шли там на все-все-все остальное. Поэтому разнообразнее оно было сельское хозяйство, не только одной пшеницей или рожью, или там ячменем, овсом, оно определялось. Было очень много культур, в том числе те, которые так называемые сидиратового направления, и те, которые универсальные, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь надо смотреть более широко, нежели сейчас мы можем себе это представить. Идем дальше. Галина Кривдина, всем здравия! Что было у славян на месте нынешнего Кенигсберга, то ли из Калининграда? Кто там проживал до немецкой оккупации? Ну, значит, вы сейчас берете уже, собственно говоря, немецкие земли. Когда я говорил о славянах Южной Балтики, вы можете открыть любую карту и посмотреть места их компактного достаточного проживания. В том месте, где потом возник немецкий Кенигсберг, там действительно были, ну, нельзя сказать, что чисто немецкие племена. Но, тем не менее, это были, значит, отчасти и немецкие племена, отчасти племена, которые жили в Прибалтике. Значит, и, ну, была такая гремучая смесь, я бы так сказал, да? Вот. То есть, наши славянские племена, ободриты те же, лютичи, да? Они жили гораздо западнее Кенигсберга. То есть, если вопрос, значит, слушателя основывался на вот именно этом соотношении, то, увы, я вас расстрою, значит, наши славянские племена жили гораздо западнее, ближе к современной Дании. Жили компактно вдоль южного берега Балтики, там, где сейчас остров, значит, Руян, да, тот самый, который потом Пушкин описал, да, и откуда, собственно, и пришел Рюрик. Вот так вот. Алексей. Хорошо, благодарю. Идем дальше. Стеша. Реплика в эфир. Сказитель, ваше видение мира – это ваше мировоззрение? Или вы озвучиваете чьи-то наработки? Спасибо. Ну, я в первую очередь аналитик, да, значит, все то, что вы сейчас услышали, все те факты, которые я вам сейчас озвучил, это не мои выдумки. Моя заслуга только в том, что я собрал многочисленные факты, изученные историками 17-го, 14-го, 15-го веков, путешественниками, значит, озвучил факты, написанные на тех или иных географических картах, собрал их все вместе и выстроил встроенную логическую цепочку. Да, я не археолог, я не занимался и где-то там гробницы не раскапывал, да, вот, я аналитик, который берет реальные исторические факты и выстраивает их в жесткую цепочку. Другой вопрос, что я беру все факты, которые на сегодняшний момент известны, подчеркиваю, на сегодняшний день, интернет уже, как известно, изобрели, есть огромное количество русских архивов, увы, в западных библиотеках, да, есть огромное количество отсканированных книг путешественников, что-то на русском с ятями, что-то на английском, что-то на итальянском, французском, да, и там все это указано, там все это расписано, да, то есть любой желающий, значит, сможет повторить мой путь, ну, потратив определенное количество лет, там, лет 10, например, да, грубо говоря, значит, прочитав все эти книги, значит, на моем сайте, значит, есть небольшое количество данных из моей книги, в частности, это список 100 книг по русской истории, да, естественно, по нашей истории, а не по немецкой, а романовской, да, значит, часть из них есть с ссылками, ну, понятно, что ссылки часто меняются, ну, там, часть из них все же работающая, значит, раз в год они там корректируются, любой желающий может взять эти 100 с лишним книг, сейчас их там уже 130, прочитать их, и у него сложится точно такое же представление, значит, о древней истории, как и у меня. Алексей. Хорошо. Далее Зоя Кукова. Получается, что возвышение Киева было сделано во имя укрепления советизации Руси. Ну, давайте мы разделим все-таки эти две совершенно разных вещи, для чего создавался миф о Киевской Руси немцами в 17-18 веке, да, и то, что творилось у нас вот в 20-21, ну, это совсем разные вещи, и смешивать их совершенно не стоит, да. Если немцы, значит, 17-18 века преследовали цели убрать, оторвать наших предков из нашей истории, да, значит, и начать жизнь, значит, нас с нуля, ведь, что там, да, вот, конец 10 века, вот, появилась Киевская Русь, а до этого ничего не было, да. И так же нам говорят, да, вот, а я говорю, извините, до этого было и минимум 40 веков жизни славян, да, и это все доказано, да, это все есть факты, да, ну, согласитесь, разница большая, да. Вот, значит, это первая часть, а вторая, ну, история, это оружие, и, значит, наши доблестные Американцы вложили не зря свои 5 миллиардов в Украину, значит, вот, хорошо вложенные деньги, это воспитание поколения, выдуманная история, это натравливание, значит, одной из братских стран на брата, да, через изменение истории, через воспитание нового поколения. Ну, это стандартная идеологическая война, чему вы удивляетесь, да, так было всегда, значит, если вы посмотрите старые летописи, то вообще обнаружите, что, например, есть упоминание там, там, богатырь, значит, богатырь такой-то из Кракова, богатырь русский, Польша, богатырь русский. Ну, просто Польша этот путь ушла гораздо раньше, она была оторвана Западом, переведена на католичество и натравлена на Россию, ну, если говорить современным языком, да, сейчас то же самое пытаются сделать с Украиной, но это разные вещи. Немцы фальсифицировали историю, это одно, а сегодняшняя идеологическая война с Западом, это другое. Алексей. Да, разделяй и властвуй. Вот сейчас как раз, если внимательно посмотреть на тем, что происходит, эта тенденция, она повсюду. Есть разделение якобы на разные народы одного народа, а дальше это уже углубление и разделение внутри народа, на какие-то политические партии, религиозные течения. Посмотрите, что сейчас творится в одной большой славянской стране. Люди просто готовы друг другу морду бить только из-за того, что кто-то якобы хочет проголосовать за какого-то другого претендента, нежели тот, который, с его точки зрения, более достойный. То есть люди живут в страхе, люди готовы драться за это, не понимая, что тем самым они становятся врагами. Просто становятся врагами. Вот это все навязано. Друзья, перестаньте. Перестаньте помогать уничтожать нас тем, кто нас заинтересован уничтожить. Перестаньте. Живите в дружбе. Живите в дружбе. Включите здравомыслие. Идем дальше. Солнц. Есть фильм 1955 года, называется «Вольница». Так в этом фильме «Пушкинская Людмила» зачитывалась, как не киевская, а персидская княжда. История Руслана и Людмилы связана не с Киевом, а с Персией. Ну, еще раз подчеркну, уважаемый слушатель, что нужно очень вдумчиво и критически относиться даже к летописям. Потому что у каждого царя, императора, князя, как они называли за все прошедшие века, было огромное желание здесь подправить, там подправить. Не говоря уже о историко-художественной литературе. Поэтому нужно увидеть очень критически к этому настроенным и стараться опираться на факты, на то, чтобы сложились в единый пазл, многочисленные вот эти разные факты. И чем больше у вас их будет, тем быстрее этот пазл сложится, когда ничего вас сбивать просто не будет. Что же касается Персии, я напомню вам один, скажем так, малоизвестный факт. Была империя Чингизидов. До хана Хабулая, пока он не умер, она была единая. Напомню, это внук Чингизхана. Огромная империя. От Тихого океана до Черного моря. И от Северного ледовитого океана до Индийского. Огромная азиатская империя Чингизидов. После смерти хана Хабулая империя распалась минимум на три больших царства. Минимум, потому что там были еще отдельные дополнительные. Я просто сейчас говорю о главных вещах. На нашей территории осталась Золотая Орда. А вот южнее, в Иране, там, где, собственно, вы упоминали в своем вопросе, было государство, которое тоже не очень любят вспоминать, Хулагидов. Или государство великих моголов. Моголы, правильно, не было никаких монголов. Буква Н лишняя. Могол, да? Значит, что такое моголы или муалы? Это восточные скифы. Чингизиды, да? Христиане, чингизиды, это восточные скифы. Да, значит, и, соответственно, их те или иные былины, те или иные сказания совершенно свободно переходили по всей огромной территории империи Тартарии. Да, еще раз говорю, от моря до моря. Поэтому, если вы что-то видите или слышите, в том числе о персах, о иранцах и так далее, это все отклики вот тех веков, когда была Единая империя, и мы все жили в этой единой огромной империи чингизидов. Алексей. Далее Зоя просит рассказать подробнее о загадочном Белгороде. Вы знаете, к сожалению, поскольку это не Белгород, а Белгород Киевский. Давайте мы сразу сделаем акцент. Не так много о нем известно. Известно, что он находится, как я уже сказал, в десятке верст на северо-запад, на реке Ирпень. На сегодняшний момент там есть развалины, многочисленные развалины большого города. По размерам приблизительно, как был в тот момент Париж, Лондон, вот такие вот. То есть был достаточно большой город. К сожалению, в наших славянских летописях уничтожено все. Вот все, что можно, все сожжено. Ну, господа Романовы и их историки постарались. Тот же немец Миллер, он только один уничтожил 20 архивов. Просто тупо уничтожал. После него эти архивы исчезали. Раскопок вы должны понимать, что если что-то не вписывалось в официальную мифо-историю, никто раскопки не производил. Никогда. Поэтому дать вам что-то более подробное. Но есть отдельные упоминания об этом городе. Что там князья сидели. Причем постоянно сидели. То есть они настолько, я бы сказал, отревисты. Сказать, что там была такая-то церковь или это здание называлось вот так, к сожалению, невозможно. Ну, есть руины, да, большие руины. Видно, что руины большого города. Есть данные о приблизительном объеме жителей. Есть данные, что он был столицей. И, пожалуй, все. Увы. Алексей. Далее Толик Мищенко. Мне нравится художественный фильм «Русь. Изначально» 1986 года выпуска. Многие моменты там раскрываются. При нынешних временах попы запретили бы такую экранизацию. Вот такая реплика. Вы знаете, я немножко не соглашусь с Толиком. Есть книга, по которой поставлен этот фильм. Книга шикарная. Она, конечно, историко-художественная. Но книга просто шикарная. Это такой двухтомник. Очень шикарно написанный. Я всем рекомендую, невзирая на то, что это историко-художественная книга, но ее прочитать. Это вот о нашей славянской Руси, о объединении племен и так далее. К сожалению, с точки зрения, на мой взгляд, уж извините, фильм гораздо слабее, чем книга. Да, значит, там есть неплохие кусочки, неплохие фрагменты фильма, но в целом он все-таки достаточно слабый. Книга гораздо сильнее. Алексей. Тут сразу реплика. Хотелось бы про империю чингизидов и монголов. Хотелось бы узнать поболее расширенно. Может быть, как-нибудь передачу посвятим этому вопросу. Дальше. Солнц. Вопрос в эфире. Народы Кавказа – это 10 колен израильских, не считая евреев и иудеев? С чего вы так решили? Значит, более того, на Кавказе есть очень древние христианские церкви. Очень древние, да, значит, причем это века, ну, скажем так, на уровне Дунайской Руси. Да, значит, туда потом пришел ислам, да, и, значит, ислам стал главенствующим, но кто сказал, что там такое резкое усиление еврейства? Значит, не было такого. Я бы сказал, что, значит, там сначала было действительно огромное количество всевозможных народов и христианства, что подтверждается и археологическими раскопками, и остатками церквей. Потом это все перешло в мусульманство, но, значит, с такого уж явного в те века движения, значит, на еврейство там не было. Еврейство, оно кочевало, захватывало то, что можно, да, вот, как я уже сказал, что, например, окончание Хазарии, да, Хазарского Каганата, ну, захватили, да, ну, так они ж приехали, так сказать, деньгами купили, потом захватили власть, да, но про Кавказ, увы, нет. Алексей. Далее. Зоя Кукова, реплика в эфир. Очень интересная концепция, только за один эфир такой объем трудно усвоить. Благодарим за информацию, нам так не хватает правдивой истории. И еще Татьяна Будина. Благодарю тебе, Дмитрий, за такую кропотливую работу. Благодарю тебе, Алексей, за то, что пригласил его. Очень интересно. Ну, вот, да, и просят, если есть возможность, как-нибудь ссылку на эту книгу, как она точно называется, где-нибудь разместить, чтобы можно было ее почитать. Ну, по книге буквально пару слов скажу. Значит, книга сейчас регулярно перевыпускается издательством «Концептуал». Значит, в Москве и в Петербурге она лежит в магазинах «Концептуала». Такие небольшие, маленькие магазинчики, да, зато дешевле. Потому что в сетях она есть, но есть по каким-то совершенно заумным ценам. С завышенным, я бы так сказал, да. Я зашел в буквойет, увидел ценник и ужаснулся просто, да. И вот я честно признаюсь, я бы такой ценник не купил. Вот, и есть возможность купить эту книгу в интернет-магазине у «Концептуала». Пожалуйста, да, там, дай бог памяти, 750 рублей она стоит. Она такая сделана в виде энциклопедии по размерам, то есть она большая. То есть ее можно купить, прочитать, пожалуйста, да. А отдельные статьи, как я уже сказал, на моем сайте, например, о том же путешествии Марка Пола, отдельное большое исследование, он не лежит. Пожалуйста, открывайте интернет, сайт «Русимперия.ру», да, и читайте огромные исследования про Марка Пола. Никто не запрещает, пожалуйста. Алексей. Так, ну вот еще вопрос крайний зачитаем. Олег пишет. Нам с детства вбивали в голову, что славяне испокон веков были миролюбивы. Судя из повествования сегодняшнего докладчика, наши предки мало чем отличались от прочих воинственных империй. Если нам за что-то стыдиться, за наших предков, может быть, наше незавидное сегодняшнее состояние – это просто следствие проигранной глобальной битвы или войны? Очень хороший вопрос, на самом деле, да, значит, и очень глубокий. Значит, смотрите, есть такая книжка, значит, «Мавро Арбини. Славянское царство». Очень знаменитая книга, и запрещенная католической церковью сохранилась просто чудом. Она есть на русском языке, и в моем списке 130 есть на нее ссылка. Она безумно интересна именно тем, что она в корне не совпадает с мировой историей и с той историей, псевдоисторией, которую нам пытаются рассказать. Значит, нужно осознавать, что наше сегодняшнее отношение к жизни и отношение жизни к Средние века у всех народов, конечно, отличались. Это раз. Во-вторых, да, мы властвовали в Евразии. Еще раз подчеркну, для тех, кто плохо услышал или подумал, что ослышался, славяне царствовали в Евразийской империи. Да, значит, об этом написано у всех древних историков. Значит, в том числе, например, скифы брали власть над Евразией трижды, да, сарматы брали, чингизиды брали, да, значит, и, естественно, значит, когда славяне шли в тот или иной военный поход, вот вся эта окрестность Евразии трепетала в страхе. Это правда. Я напомню вам церковное, значит, о народах Мога и Гогога, да, Мог и Могог, да, вот так вот. Это как раз скифы и гунны, да, это есть такая церковная энциклопедия, и напомню церковные выражения, да, и когда идут Мог и Могог, и нет от них спасения. Ни у кого, да, многие десятки веков славяне Евразии властвовали по всей Евразии и держали в страхе все окрестные земли. Но давайте при этом, значит, скажем честно, да, да, значит, мы властвовали, но при этом именно славяне несли, значит, чистоту, несли, значит, со своих территорий грамотность, несли нравственность. Еще раз подчеркиваю, мы несли, значит, все эти вещи, да, и если вы приходите к диким полуграмотным племенам, значит, с остальным оружием, а здесь вот там с палкой суковатой, и заставляете их мыться, заставляете, но мыться заставляете. Если вы учите их грамоте, если вы учите их пашни, а не просто собирать плоды, если вы учите их делать корабли, да, если вы знакомите с какими-то основными вещами астрологии, да, навигации, это что, плохо? Это все давали племена, вышедшие с территории Евразии. Значит, я напомню всего одну вещь, но она просто очень критична. Откуда, откуда вообще взялась, значит, грамотность на этой планете? Значит, у греков, значит, есть на самом деле несколько, значит, блин старинных, как бы, да, мифов. У нас все время говорят об одной и той же, да, так сказать, я вам помню две других. Первое, что, значит, грамотность дал тот же Прометей, что и огонь людям, да, значит, но есть третье. Грамотность в Грецию принес кентавр Херон, это записано во множестве археологических внускриптов. То есть грамотность принес на землю кентавр Херон, да, и именно от него греки научились читать, писать и так далее. А теперь я вам напомню вторую истину. В то время коня приручили только племена Евразии. И кентавр Херон – это всадник Херон, скиф Херон – наш предок. Алексей? Да, конь и тавр, то есть человек, сидящий на коне в определенное место, поэтому кентавр и кентавр в них образовался, это понятно. Надо еще понимать следующее, что если существовала огромнейшая территория под разными названиями, и Тартарий, Тархтарий, как там только ни называли, да, вот, и где жили разные племена, это говорит о том, что этой территории нужно было управлять. Это, опять же, в свою очередь, подводит к тому, что были средства коммуникации, средства управления, институты управления, взаимодействия и так далее. Просто так огромнейшими территориями управлять невозможно. Далее необходимо понимать, если на этой территории сохранилось огромное количество различных племен и народов, то это указывает не на злобность, не на кровожадность, а на что-то другое тех, кто этим всем управлял. Например, куда вторгались захватчики-наемники, там земли опустошались, там людей просто вырезали, сжигали, и у них следа не оставалось. И с точки зрения самих людей, и с точки зрения тех мест, где они вообще жили, построек и так далее. Здесь же мы видим совершенно другую историю. Когда приходили наши предки, то в этом случае, в те места, где творился беспорядок, беспорядки заканчивались. Если там был какой-то мор, то мор прекращался. Если туда вторгался какой-то захватчик, то захватчик ставили на место. Вот это надо все учитывать. Поэтому слово «воинствующие», какие-то такие, а не миролюбивые, можно воспринимать в разном смысле. Есть миролюбивые воинствующие, которые умеют воевать, но воюют они за мир. Воюют они ради мира, воюют они против тех, кто нарушает какие-то устои нормального общества. А есть воюющие, которые убийцы, которые приходят и убивают ради того, чтобы обратить кого-то в рабы, а все остальное уничтожить. Вот давайте мы не будем путать эти понятия и не будем относиться к своим предкам, которые создали огромнейшую державу и многие тысячи лет содержали ее в мире и порядке, пока там кое-что не произошло. Вот давайте мы к своим предкам не будем относиться как к каким-то там непонятным существам, человекообразным, со звериными мордами. Мы будем их воспринимать все-таки как достойных великомудрых, которые дали нам возможность сейчас жить, существовать и которые многие науки принесли в этот мир и поддерживали этот мир в мире согласия. Ну что ж, еще одна реплика в эфир. Юрий Рус написал «Благодарю за книгу, очень интересно и большой объем информации. Некоторые главы, в том числе про чингизидов, стоит выделить в отдельную книгу». Ну вот, в общем-то, и все. Нам осталось подвести итог сегодняшней нашей встречи. Предлагаю тебе этим и заняться. Подводи жирную черту. Значит, итак, мы сегодня посмотрели на конкретных фактах. Ну, ввиду ограниченности времени, перечислил, конечно, не все. Фактов гораздо больше. И все эти факты однозначно говорят о том, что не было Киевской Руси, была просто Русь Гордарика, да, которой немцы-фальсификаторы в 17-18 веке приделали слово «киевский». Сам город Киев, значит, как город, был создан только в 13-м веке. До этого момента там было небольшое поселение и монастырь. Значит, а все это различного рода фальсификации для того, чтобы скрыть различные неудобные вещи, неудобные, значит, тем, кто последовательно, значит, пытается нам вложить в головы западную версию истории о том, что мы всем обязаны Западу, что является неправдой, что является ложью. Значит, о том, что когда-то была Дунайская Русь, которая уничтожена западными правителями и западными войсками, о том, что были государства на берегу Южной Балтики, которые были уничтожены в результате крестового похода, там были убиты наши деды, прадеды, там даже женщины брали в руки оружие по свидетельствам и сражались и бились до последнего, как это принято у нас. Да, а немногие выжившие бежали в Новгород, об этом не говорится, но это одна из целей создания мифа о Киевской Руси. И, значит, я вас призываю гордиться нашими великими предками, нашими великими предками. Значит, я вас призываю читать настоящие факты о нашей древней истории. У нас очень богатые, очень древние истории. Да, нам есть на что гордиться нашей страны. Алексей. Благодарю. Благодарю за теплые слова. Мне же остается в заключении сказать, что сегодня у нас 15 марта 2018 года, четверг по одному из современных календарей, по одному из старинных, 14 день месяца пробуждения природы, 7500, 26 лет от Третьяник. В эфире мы рассматривали тему «Киевская Русь и Киев IX века. Это миф». Рассматривали ее вместе с Дмитрием Белоусовым, автором книги «Хозяева Великой Евразийской империи». На 7 я прощаюсь со всеми. Благодарю, Дмитрий, за очень содержательный рассказ. Еще предложения там появились по поводу рассказов на другие темы. Я тебе их перешлю из чата. Ну, в общем-то, они уже были озвучены. Так что приходи еще, приноси побольше. Спасибо. А я, Алексей Орлов, заканчиваю этот эфир. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народная славянская радио. Пора просыпаться. Продолжение следует. Редактор субтитров.